Хей-оу, всем привет народ, с вами Алекс Кларк, и это новый выпуск псевдо-обзора на номер журнала Лего Ниндзяго, номер 1-2020. Поехали смотреть его. Что, время тянуть? На лицевой части журнала изображен Зэнь, насколько я понимаю, по 11-му сезону. В подарок идет фигурка Джея из спиннера по запретному кружицу, Кай в центре внимания сезона, вырезки из комикса, постеров и первый взгляд на взгляд нового сезона 12-го. Вот. Открываем журнал, видим. Опять это приветствие, оно уже попадается целый год, не меньше. Таблица с информацией о всем журнале. Вот, собственно говоря. Ну, ничего интересного, акцентировать внимание об этом не буду. Джей. Информация о минифигурке и о персонаже. То, кем он является, что он с собой носит, и то, что у него на голове есть крутой принт. Что-то вроде пазла с молниями Джея, которых не идут в комплекте. К сожалению. Инструкция по сборке. Джея. И, если можно так сказать, сон Джея. Тут необходимо найти такой же прибор, который идет в комплекте с Джеем. Тут необходимо найти их друзей. Джея, которые застряли вот в этом кружице. Там Коул, Лойт и Нье. Вот. И пройти вот такой лабиринт. Ну, и нарисовать Джею личико. Вот. И остановка, надпись. Продолжение лабиринтика для Джея. Такого представления 13-го, а точнее 12-го сезона. Ну, что там будет происходить, видно, там все происходит в не диджи-версии, а в играх аркадных. И неканоничный комикс. О том, как Акито с Лойдом бредут к замку Ледяного Императора. Она рассказывает свою историю о ее брате Катаро. Вот. Ну, мы ее слышали. И так далее. Вот. И вот, как он слушает Лойд это, А она утверждает о том, что, ну, ее брат был похищен драконом Барионом. Хотя в сериале она была уверена в том, что он мертв. Не канон. Вот. Ну, там еще много неканоничных вещей было. Они такие идут, бредут, спорят о том, что мать природы это лучшее, кстати. Если вы, это, купите себе нормальный экземпляр, не такой, как я вам показываю, то я смеялся с диалогов. Вот. Ну. Ну, это очень весело бы, честно вам скажу. Там Лойд ее называет собакой, потому что какая-то собака против ледяных войск, ледяного императора, это не что. А там возмущается, вот даже запикано, зацензурено. Вот. Видимо, она немного использует нецензурную брань. Игра. Найти 7 отличий. Игра. Нарисовать дар земли. Да. Продолжение комикса, в котором она, Акита, показывает свою мощь и неканонично превращается в гигантского волка, как человек-муравей в аэропорту. Вот. Собственно, и на них еще нападают там ледяные войны. Она там помогает Лойду и так далее. Вот. Раскидывает их, играет в них и так далее. Вот. В итоге они сбивают всех воинов цунами. Ну, точнее, не цунами, а лавиной. Там, сбивают снег с гор. Ну, понимаете, я думаю. Вот. И идут дальше искать замок императора. А, еще самое важное. Тут где-то, я не могу точно сказать, в комиксе, на одной из страниц, написано, что Акита нашла кинжал Катару. То есть, и по ее догадке, этот кинжал был выброшен самим Катару. То есть, она уже была уверена в том, что похитил Барион. Хотя, как я уже говорил, в сериале она была уверена в том, что он погиб. Вот. Вот такая игра для нескольких людей. И, чтобы пройти отсюда туда, ну, запрят на кружице и так далее. Немного информации о новом сезоне. Ничего нового, вам так скажу, лего-новости и то круче выпускают. Выпуск теории заговоров. Вот. Ну, что тут. У нас рисунки фанатов Ниндзяку. И на сей раз можно выиграть. Вот наборы такие, аркадные. В одной комплекте. Вот. Не буду говорить, что тут несправедливо распределены рисунки. Потому что на последних местах находятся те, кто имеет самые лучшие рисунки. И оно от следующего журнала. Это Кай. Тоже запрет на кружицу. Но, когда я первый раз читал этот журнал, меня это не сильно обрадовало. Меня больше обрадовало другое. Если посмотреть сюда, вот посмотрите, это лего-ниндзяка. Новый выпуск, который в ближайшей перспективе будет выпущен в России. Это, если я не ошибаюсь, уже пятый номер американский, но третий у нас в России. И там колл с нейроидом идут. Вот. Вот. Но вам не видно, потому что... Потому что так. Вот. Собственно. Это круто. Надеюсь, что я куплю эти журналы и буду дальше вам показывать их. Вот. Собственно. Вот здесь изображены открытки для людей, которых их посылают. И здесь тоже изображены открытки. Основной плакат 11 сезона. Концепты по 11 сезону и еще по Legacy, потому что черный костюм. И вот последний это с жуком. Скорбим тоже по 11 сезону. Идем дальше. Постер. Постеры оба здесь крутые. Они распределяются по аркам. Ледяная арка с ледяными воинами Акитой. Воином Самураи Микс. Точнее, мехом Самураи Ллойда. И драконом Барионом. Там ледяной еще император Аказейн. И тут Асфира. Вот она. Хитрющая змея. Ладно, все. Не буду вас пугать. Змейкой. Ну и запрет на игрушицу всех ниндзя. Ну, точнее, только Ллойда. А на следующей стороне Джей. Именно та фигурка, которая попадалась в этом журнале. И его девиз Сила молнии. Да. Что они придумают Лего России. Ладно, идем дальше смотреть фигурку. Итак, фигурка. А вот, собственно, и Джей. Он, как я говорил, по 11 сезону из специальных спиннеров, которые, если я не ошибаюсь, стоят по 1000 рублей. Вот. Принты у него такие порванные, если можно сказать. Ну, скорее всего, это просто вырывается из него Сила молнии. Хотя я все равно не понимаю, почему у него серые руки и сама кепочка, если ее можно таким образом назвать. Вот. Ой. На голове у него два принта, два лица. Одно вот такое с молниями, а другое ну такое. Если я не ошибаюсь, такое лицо не попадалось обычно у Джей в обычных фигурках. Но я могу ошибаться. Ну, собственно говоря, вот такая фигурка была и у него такое оружие. это цепь с шипом, если можно так сказать. Он рассоединяется. Ну, все, собственно говоря. Идем дальше, подводим итоги. Что я могу об этом журнале сказать. Он супер, он классный. Всем советую брать его, кому нужен подобный Джей. У кого есть уже Джей, но думаю, если вы фанат Снегиага, вы возьмете. потому что классный постер в этом комплекте, классный комикс, по-моему, независимо ни от кого мнению. И анонсы журналов радуют. Не столько КМ, сколько Легаси. Вот. Хотите покупать, не покупайте. Хотите не покупать, не покупайте. Ваше право. А я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи. Всем пока. Продолжение следует...